Ладно, короче... Дайдет? Дайдет? Ладно, второй точнее, второй, спасибо Дальше, второй точно У нас время 11.40, с небольшой задержкой тем не менее, мы начинаем Наш эфир у нас начинается с самой интересной баскетбольной декабря Как все это сейчас, у нас открытие как Ольга Артельна Кознякова Представящая вынеска, они сегодня открывают капус Это будет очень горячее предназначение Мы будем с детьми, с детьми, с детьми, с детьми Победили на предприятии второго матча, потому что Илья Малек, Станислав Терекин, кстати, давно его не было видно, Сергей Хрусталев, Сергей Дублин, Сергей Бритов, Илья Заколов. Но мы видим, что отсутствует Илья Тимошенко. Отличается, настоящая рука на попорку. Вот такая передача! На то движение немножко не замечается. И вот классная игра с учениками, профессионально-эффективная игра. Чёрт, я не могу считать. Третья, стандартная игра с двойной, тасок, это... Левчонка на два, три очка мимо, потом под шесть белая. Тринадцать белая, франц2, тринадцать на шесть. Тринадцать белая, три очка, под цепи. Пауза, опасной. Сталёха, это не так жадичный, как хотелось бы, наверное, команде спыла. С первым, только я и сказал, как на столе. Вот, шел и садок. И потрясающе, я совершил это атаку. Эээ, Гландо, Дубина! С защитным попаданием. И один страховой будет бросать. Тринадцать белая, страховой будет бросать. Тринадцать белая. Страховой будет бросать. Тринадцать белая, три. Тринадцать белая, два... Дубинин просто занят? Значит, занят за верну. Он просто для себя передохнуть, или кого-то, такого ментора, или какому-то смысламираясь. А это дело, что Влад Николаев, Влада привет отец 2. Но, а просто, опыт Дубинина, конечно, невероятно большая, и поэтому... Он может подразиться в команду. А делай. Друз, ради Парниз! Садauen, что сейчас под Вяказом Сахаровым. Дальняя, сколько осталось? Наказывает Вяказа Дебина. Встал девчонку Бридж, разъединив. Сахаровым, вы смотрел немножко Зарьянов. Им надо сейчас Перлс наказывать. Еще два очка для Сахарова, проси играть. Сахаровым, вы смотрел немножко Зарьянов. Им надо сейчас Перлс наказывать. Еще два очка для Сахарова в России играть постарел. На матче всех звезд Зарьянов больше всех трехочковок забил. Не на трехочковом контексте, а на трехочковом контексте. Мы поспорим, что у нас не было очища и больше. Много свободного пространства. Нельзя ему себя как раз не оставлять. И сложно найти очевидного фаборита. У нас были некоторые проблемы. А вот и трёшка в лицо. У нас пока что в атаке с Перлусом. Загросся Романова. Сверху будет... Вау! Первый танк сегодня, чем любой Романов. Стало там бросать Поляков. Поляков с кучом. Поляков забирается по тактику. Забивает Поляков. Ну что, вторая четверка. Вот такие скорости у нас. А сейчас Телес Перлус пытается в любой непонятной ситуации выжать по отрывке и найти вариант правильной опытики. Благо для этого есть великолепный поборок Калюхолы. Сверху в нападении реализует этот момент. Еще один ин два! Мы на этот раз уже Романов по Иханску. Где-то даже и спастили игры, и по внешности. Ну, повыше, конечно, будет Романов, потехничнее, но при всем при этом обувь краску лезут в ДКП. Каус Микаустолёв, который великолепно умеет танталить мяч и выпрыгивать, ну, ему сложно остановить просто высянутой рукой. Ты наказываешь Сергей, как быстро дрейся с Перолз, они вообще не разу 17, в целом, в атаке пытаются максимально быстро атаковать. Но в целом, тысячи 500 до 5 лет. Если на старте Чековцы первые или еще, так, через рога там у нас играет, пустолер, натереки, натереки, голос, наубрашники не слаг. Классно обыгрывал Эчего, пока. Безников, ну так, ну, 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 ну. Каждый раз ты попадаешь в этот период мяч. Один раз я ввели в этот Царьянова, в этот раз ты в этот период мяч. У меня сейчас по столе фону забивать. Шесть. А у нас четыре, пожалуйста. Тридцать один блокшот. На подворье Позняков здорово почищает. Вообще, конечно, Позняков красный граждан. Сейчас есть небольшой раздрай, мне кажется, в команде с Перлс. Небольшая несогласованность действий присутствует. В итоге это сработало в флюс команде, то что Сахаров остался дешевле и половине в силе Малахова. Не добивает он через Кауфмана, но, конечно, Кауфман пониже будет Дубинина. Хороший заброс, Кауфман. Здорово. Здорово, Латипов находит Кауфмана. Но вот это, конечно, сильно будет разгонять отрыв. Так, что придумает Еролов? Кауфман. Кауфман сам идет и выбивает через Малека. Ну, Малек – это хороший, большой, но, конечно, бегает Тангард сегодня. Кауфман. Три. Ой-ой-ой. Кирпич выбросил Кауфман. Но на подборе был Романов, добавляю два очка. Так, просто с арбитрой не надо трогать меры. В принципе, такого игрока нужно по максимуму держать на паркете, понимая, что этот Джокер может выстрелить в любой момент. У команды Шангард. Мне кажется, первое управление на паркете. Классная передача, здорово открывается Кауфман. С Кауфманом пока не справляется 3-4-ти у нас СПРУ. Соколов. 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 Обтекает он там сейчас очень здорово. Кауфман. Кауфман не успел за ним. Достаточно... Соколовым. Помогает Дубинин. Хорошо он проваливается под кольцо. Хорошая атака. Классная. Классная атака по биометрии. Очень синхронно сработанной игроками СПРУ. Спузняков. Если бы он это сделал, было бы мощно. Но вот спасибо. Респект за попытку поставить сверху с мясом, с игроком. Но все-таки постер не удался. Мы убежали 3 в 1, поэтому почистили. Жизковаться передача Глазова. Соколов с мячом. Время надо потихонечку заканчивать. Я думаю, секунд 5-6 еще есть. Однако портируют события Соколов и делают это очень эффективно. Шикарно. Боброшев. Надо такое забивать, конечно, Боброшево. Ну, Евгений очень поднокровно реализует момент. Позняков реализует один из двух. 43-42. СПРУ с победой не видать, как своих ушей. Боброшев. Классная передача. Забивать. Шикарно. Да. Да, там немножко так. Недодачу. Там заявка команды Фрэнли. Хотя я открываю заявку команды Кайф. Почему-то отображаются игроки Фрэнли. Ну, а Влад Николаев просто не стал меня переубеждать в этом. Поэтому, что серьезно вернулся в Сергей. Выкар, конечно, тоже очень полезный игрок. Достаточно габаритный, занимающий позицию легкого-тяжелого форварда. Он может как под кольцом толкаться. Милана Быкова, тезка, пишет она. То есть не родственниц. Понят. Глазова Сахарова понял, что у него не летит и перестал в большом количестве выбрасывать трехочковые. Ну и понятное дело, что Сахаров гораздо более универсальный баскетболист, может в проходы пойти лучше в площадку. Не самый удобный спид сейчас была на Крусталева. Ну, Крусталев, мне кажется, любой мяч был, чтобы работать. Крук. Как же он обыгрывает, а? Ну, Крусталев прекрасен. Скидка на Зарьянова. Зарьянов, пора попадать. Время к плаче настало. И заваливает Зарьянов трешку через Дубинина. Но это битва гигантов, друзья. Огромный топ на мисс-матче. Обыгрывает шикарно Каупона. Дальше не стал проходить. Скидка на Соколова. Соколов не точный. Точный бросок. Френдли баунс. Отлично отскочил мяч от дужки из-за состава. Но сейчас Позняков немножко неаккуратно от него атака. На перехвате играет Сангар. Позняков. Да. Ну, в общем, Сангард сегодня, конечно, в отрывах играет и тело. А вот у Сангарда уже один из игроков дежурит в дежуре по плане площадке. Достаточно просто сделать заброс. Не нужно бежать. Дубинин отвечает. Отвечает Зарьянову. Правда, он не в лицо Зарьянова бросил Акалкмана. Но, тем не менее, отвечает своим броском. У Дубинин пока MVP. У Сперлоса вообще вне всяких сомнений. Так. Латипов. Редкое попадание от Рустама. С дабл клачевом. С показом. Подсказ от Николаева. Пропаст. Больше командных взаимодействий захочет от своей команды. Сахарат. Так. Что случилось с игроками Сперлос? Как они сегодня заваливают трешки в четвертый? Кауфман потолкался бы там с тему щеком. Ну, наверное, мог бы. Да. Наверное, мог бы. Так. Латипов, как всегда, в скоринге не сверхизотативен, а Сперлос на ГСВ насмотрелись. Ну, вы знаете, Сперлос на ГСВ насмотрелись. Ну, вы знаете, Сперлос сегодня достаточно умеренно бросает трехочковый визуально. Мне не казалось, что Сперлос... Зарьянов. Здорово уходит на первом шаге от Дубинина. Там, конечно, Дубинин совершил ошибку и Зарьянов это прочитал. Очень опытный игрок. Однако забивать не получается у него в этой ситуации. Латипов. Шикарная передача Латипова. Ну, просто так же классно будет площадку. Ну и, пожалуйста, Тайбинин. Горох против него. Надо сказать, что Горох очень плохо защищается. В атаке, конечно, дело, что Горох не так заметен. Быков. Энд-1 забивает. Кауфман. Хорошая скидка. Ай-яй-яй. Сейчас горячую картошку словил Зарьянов, но удалось все-таки этот снаряд обработать. Латипов! Мистер четвертая четверть! Капитанский! Триги, поэтому на нем очень опасно солить. Если ты не хочешь, конечно, получить два штрафных. Точно! Мне нравится по сумме очков в двух встречах. Латипов! Клач! Клач мастер! Клач мастер Латипов! Капитанский клач! Восемь, четвертую четверть, больше очков, чем за первые три свои в месте взятые. Глаз! Ну, это Глазов, друзья! Это Глазов! Он может три четверти выбраться. Возможно, запевают победный бросок для своей команды в этой встрече. 68-66. Ну, как же классно закрывает концовку сегодня санкарт. Ай-яй-яй-яй-яй... егор романов но сыграть и поосторожнее даже пропустит игрока ой какая ошибка от романова да как ой какая ошибка от романова да конечно вряд ли будет стоить серии потому что будет еще ответ на игра но такая хорошая была возможность стальные нервы стабили нервы фиксирует арбитры 3 штрафных друзьям 3 штрафных будет бросать латип это значит что им не наплевать это значит что они очень хотят пройти следующий раунд иначе как объяснить такие ошибки детские от обеих команд невозможно пол романова не так невозможно пол романова не спортивный куда здесь фалили на латипове центре площадки он теряя контроль над балансом тела долго не забил трех очков